Меня зовут Андреас Леймбах, я представитель отдела защиты детей и молодежи города Ноймюнстер. В Германии существует закон о защите детей и молодежи. Закон о защите детей и молодежи – это закон, который обращается ко взрослым, но регулирует все, что касается детей и подростков, которые нуждаются в защите в определенных областях. Например, закон о защите детей и молодежи регулирует, с какого возраста можно курить в общественных местах. В Германии это разрешается с 18 лет. Употребление алкоголя регулируется по-другому. Это зависит от того, где находится ребенок или подросток, с кем и что именно он пьет. Закон предусматривает различия в зависимости от этих факторов. Закон также регулирует и другие вопросы. Например, в области защиты молодежных СМИ регулируется, какие фильмы разрешается смотреть детям и подросткам. Для этого существуют возрастные рейтинги. Эти рейтинги также доступны в области компьютерных игр. Распознать их можно по символам разных цветов, которые печатаются на обложках. Защита детей и молодежи разделена на две основные области. Моя деятельность очень разнообразна. Я организую мероприятия, семинары, тренинги. Я собираю материал для людей, которые хотят получить информацию. Это первая из двух областей моей работы. Во второй области работы я отвечаю за правовую защиту детей. Это означает, что я проверяю, соблюден ли закон о защите детей и молодежи. Например, в сфере торговли. Это означает, что я посещаю автозаправочные станции, супермаркеты, киоски, магазины, а также дискотеки и рестораны и смотрю, соблюдаются ли соответствующие законы. Где же мы можем увидеть применение закона о защите детей и молодежи? Например, когда мы идем за покупками и покупаем алкоголь. У современных супермаркетов на кассе есть сканеры. Как только бутылка с высоким процентным содержанием алкоголя сканируется, кассир видит определенное поле на экране, где спрашивается, исполнилось ли покупателю 18 лет. Так как только с этого возраста вы имеете право купить спиртное в Германии. И кассир должен подтвердить эту информацию по предоставленному вами удостоверению личности. В этом заключается суть закона о защите детей и молодежи. И трудность понимания для людей из других стран в том, что в странах их происхождения часто не существует такого закона. В этой небольшой брошюре представлены наиболее важные отрывки закона о защите детей и молодежи на немецком, а также арабском, английском, фарси, французском, курманжи, румынском, русском, испанском и турецком языках. Благодаря этому каждый может прочитать вырезки из закона на своем родном языке и узнать, что в Германии разрешено, а что запрещено. Понять брошюло довольно просто. Красный цвет, как и в случае со светофором, означает, что действие запрещено, а зеленый, что разрешено. Здесь видно, что подростку, которому еще нет 18 лет, разрешено находиться на дискотеке до полуночи. В возрасте до 16 лет существует исключение. Всю эту информацию вы можете найти в брошюре, которая раздается бесплатно. Если кто-то хочет получить информацию, они могут либо позвонить мне, и я отправлю брошюру, либо я могу оставить определенное количество экземпляров для распространения в другом месте. Эта брошюра была специально разработана Федеральным министерством для того, чтобы беженцев было легче понять законы страны. Я с радостью раздаю ее заинтересованным людям. Я также хотел бы обратить ваше внимание на один особенный проект. Это проект молодежной сцены. В Ноймюнстере проводится большой городской фестиваль, который называется «Хостинг Хостинг». И в контексте этого праздника у нас есть отдельная зона, на которой запрещено употребление алкоголя. В «Джимс Бар» мы предлагаем безалкогольные коктейли и очень разнообразную музыкальную программу, которая состоит из рок-музыки, молодежных групп, а также классической музыки и поэтры слэма, которые проводятся каждый год. Это мероприятие является альтернативой в контексте городского фестиваля и привлекает большое количество посетителей. Является оно и профилактической мерой для предотвращения употребления алкоголя. Мы не столько хотим запретить людям употреблять алкоголь, сколько показать, что есть и другие варианты проведения времени. И мы очень рады, что нам это удается. И с нетерпением ждем следующего «Хостинг Хостинг» в 2018 году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!